Дамы и господа, дорогие друзья Канта! Поздравляю вас с 300-летием со дня рождения Эммануила Канта! Я бы с удовольствием отпраздновал юбилей Канта вместе с вами в его родном городе, но, к сожалению, для меня это невозможно. Поэтому я отмечаю этот праздник в Берлине вместе с друзьями Канта из Германии и других стран. И здесь мы находимся в правильном месте. При жизни Канта Берлином правил прусский король Фридрих II, известный как Великий, который в то время назначил Канта профессором логики и метафизики в Университете Альбертина в Кёнигсберге. В Берлине издавался тогда «Берлинский ежемесячник» – центральный орган немецкого просвещения, в котором Кант опубликовал 15 сочинений, в том числе знаменитая эссе «Ответ на вопрос, что такое просвещение». Кёнигсберг и Берлин были столицами немецкого просвещения. В 1793 году Эммануил Кант написал в эссе, опубликованном в «Берлинском ежемесячнике», цитата «Я осмелюсь допустить, что так как род человеческий постоянно идет в период в отношении культуры как к своей естественной цели, это подразумевает, что он идет к лучшему и в отношении моральной цели своего существования. И хотя это движение иногда и прерывается, но никогда не прекратится». Конец цитаты. На данный момент кажется, что цель, которую показал Кант, вечный мир, очень далека. Но пока не исключено, что однажды все наладится. Мы, люди, обязаны, согласно Канту, работать над улучшением мира. В течение многих лет я добивался того, чтобы русские и немцы лучше понимали друг друга и вместе строили мирный порядок в духе Канта. Хотя с лета 2022 года не запрещен въезд в Российскую Федерацию, я не сдаюсь. Именно поэтому я обращаюсь сегодня к вам, дорогие друзья Канта в России, в Германии и во всем мире, и призываю вас. Давайте вместе продолжим наши усилия по построению мирного мира в духе Канта. Отныне день рождения Эммануила Канта 22 апреля должен отмечаться в каждый год, как всемирный день мира.